Поговорим о серьезном, о налогах. Эта радость настигает нас кого-то раз в год, кого-то раз в месяц, раз в квартал, но она настигает неизбежно. В связи с этим это нужно помнить, чувствовать спинным мозгом, постоянно обновлять свои знания по этому поводу, чтобы эта радость была не черной, а действительно какой-нибудь там коричневой хотя бы. Что нужно понимать? Для индивидуальных предпринимателей очень неприятная штука внеплановые налоговые проверки. Плановые здесь понятно. Последнее время государство снижает бремя проверок и заставляет госорганы не проверять раньше, чаще, чем раз в три года. Но внеплановые проверки регулируются совсем по-другому. В настоящее время налоговое законодательство, по-моему, оно самое продвинутое среди других сфер законодательства. Это обусловлено объективными факторами, нуждаемостью государства в пополнении бюджета, поэтому и развивается это налоговое законодательство быстрее всех других отраслей. Так вот, база налогового, современного налогового законодательства сейчас основывается на так называемом термине добросовестности. Это вообще термин, который очень тяжело зарегулировать, он субъективный, но все суды и налоговые сейчас говорят о добросовестности. Значит, в связи с этим, раз уж начали об этом говорить, то этот момент надо изучать. Что такое добросовестность в понимании налоговой инспекции? Добросовестность это когда уровень ваших налогов такой, который у 10 ваших соседей. По рынку, например, или по магазинам, или по торговому пятачку. То есть вы не отличаетесь в худшие стороны. Дальше, что на протяжении многих лет у вас точка, которая требует нескольких продавцов, а у вас его нет ни одного, вы как бы один и закупаете, и продаете, и сдаете декларацию сами. Это тоже вызывает сомнения. Значит, дальше качество продукции. То есть, если вы кого-нибудь отравили, то обязательно это может быть основанием для выездной налоговой проверки. Значит, то есть отравили вы и потравят вас какое-то время. В связи с этим, значит, обязательно необходимо консультироваться с налоговым консультантом. Он не находится в здании инспекции. Не вздумайте туда пойти, рассказать всю правду и попросить у них помощи. Это будет крах всему. Значит, налоговые консультанты это те адвокаты, которые занимаются налоговым законодательством. Так вот, необходимо проконсультироваться, как не выделяться на другом фоне. Значит, что такое добросовестность? Какая судебная практика последняя происходит? И государство намного закрывает глаза, но вы должны подчиняться правилам игры. Вот эти правила игры мы вам расскажем. То есть платите, пожалуйста, хотя бы минимум из того, что требует государство. Думайте о своих работниках, обеспечивайте их социально, хотя бы по минимуму, как требует законодательство. Не травите никого, заботитесь о своей продукции. Это, во-первых, позволит вам иметь покупателей на долгое время, а во-вторых, к вам не придет налоговая. Но если она придет, не прячьтесь. Значит, отвечайте на письма, приезжайте на вызовы, предоставляйте все документы. Не скрывайтесь в помещениях, не блокируйте. Будет только хуже. Вызовите адвоката и начните участие в этой проверке. Иначе будет еще сопротивление каким-нибудь властям государственным, их законным требованиям, что чревато уголовным наказанием. Значит, выездные проверки возможны, их количество не ограничено. Продолжительность 2 месяца, продлить могут до 4, а может до 9 месяцев. Индивидуальные предприниматели, выездная налоговая, проводятся по правилам юрлиц. Никаких новых правил, послаблений или других каких-то законов нет.